Новая функция в окне анимации называется палитра цветов. Если кто-то из вас работает в дизайне или в графике, то, вероятно, вы знакомы с созданием таких пятицветных узоров, похожих на цветовую схему. В кинематографе мы теперь тоже часто используем цветовые схемы и подумали, что будет интересно создать место, где можно делать палитры и иметь инструмент, чтобы сравнивать их со снимками, а также создавать цветные палитры и цветовые схемы со снимков. В окне анимации вот инструмент палитры. Его можно включать, выключать вот этой кнопкой. Здесь открывается инструмент и мы видим сразу серый образец. Это потому, что мы не создали еще пока никакую палитру. Первое, что я сделаю, это создам цветовую палитру с тестового кадра. Вот этот с кубиками. Кликаю сюда и появился такой инструмент. Видите, такой кружочек с крестиком в центре. Теперь можно передвигать эти маленькие кружочки. Они выбирают цвет. Можно их двигать и выбирать цвет, который соответствует сцене. И, собственно, теперь можно сохранить ее как цветовую палитру. Идем сюда и кликаем на образец. И я назову его желтый, например. И сохраню. Теперь, если мне понадобится этот образец, он всегда сохранен. И также его можно экспортировать и переименовать. Еще можно применять этот инструмент для сравнивания этих значений со снимком с помощью кнопки «Зебра». Вот тут. Если я нажму на нее, появятся такие полосы. И можно через них сравнивать цвета. Также можно сравнивать через АБ инструмент. Нажимаете сюда. Берете образцы. И можно сравнивать цвета и сверху, и сниже. Можно выключить зебру, чтобы лучше видно было. Теперь, если мне нужно создать палитру с изображением, которое я, например, нашел в интернете. Может, просто какую-то классную картинку. И я хочу снять с нее цвета. У меня тут есть картинка. И я перетяну ее в референсы. Теперь я выключу АБ. Я немного уменьшу изображение. А, нет, это я кропаю. Вот. Вот уменьшение. Здесь очень интересные цвета на картинке. Я включу захват образцов и буду двигать. Посмотрим, какой. Здесь розовый. Здесь желтый. Вот такой оттенок. Этот, наверное, давайте возьмем оранжевый тоже. Теперь сохранить. Я нажму его, назову Аляска. Готово. Те из вас, кто уже знаком с образцами цветовой палитры или с генераторами цветовых схем, знают, что вы можете создавать цветовые схемы онлайн. Есть несколько отличных веб-сайтов, на которых есть классные приложения, которые помогут вам создать цветовые схемы. Я покажу вам один, называется Coolers. Мы заходим в Создать. Здесь есть все инструменты для настройки и создания цветовых схем. Но можно посмотреть уже готовые схемы. Или, например, у вас уже есть готовая схема или кто-то сделал схему и вы хотите ее перенести в DragonFrame. Вы можете навести курсор на одну из этих схем. Возьмем вот эту. Вот эту, Floresta. Экспортировать. Можно в PNG или в SCSS файле. Нажимаем сюда. Оно сохраняет. Единственное неудобство этого сайта в том, что при сохранении оно автоматически присваивает файлу имя палитра. Так что придется переименовывать файл, если импортировать Dragon. И теперь в DragonFrame мы идем в меню и нажимаем Импортировать образец. Оно меня сразу выгружает из папки Загрузки. И импортируем. И он загружается со стандартным названием. Палитра. Так что можно потом выбрать здесь и переименовать его. Также у Adobe есть очень классный генератор цветовых схем. У них очень странная система экспорта файлов. Они просто убрали импорт и экспорт. Не знаю почему. Тут просто выбираешь цвета и все. Но если вы все же хотите попробовать, я покажу как это делать. Если вы создали схему и сохранили в схемах. Или можете выбрать или уже из готовых схем. Вы можете зайти сюда и просто сделать скриншот экрана. Так что я выберу область. Сделаю скрин. Я сохранил его на рабочий стол. Но прежде чем импортировать скриншот, я его переименую. Вот он справа внизу. Назовем его Adobe Color. Теперь он называется Adobe Color. И мы идем в импортировать образец. Нажимаем рабочий стол. Вот наш образец. Мы создали такую вещь, которая распознает, что картинка, которую вы импортируете, является образцом цветовой схемы. И вот наш Adobe Color. Еще одна удобная штука. Можно менять размер вот этой панельки. Если вам нужно увеличить или растянуть цвета поперек большой картинки на весь экран, например, то можно сделать это тоже вот таким образом. У нас есть какая-то цветовая схема. И можно делать сравнение A и B цветовых образцов. Можно также настроить A и B и на Live View. Когда вы закончили работать с инструментом и хотите закрыть его, нажмите на эту главную иконку вверху, и оно выключится. Ну и, конечно, можно закрыть его здесь. Вот, собственно, был разбор палитры цветов. Нам очень интересно увидеть, как вы будете использовать этот инструмент и получить от вас фидбэк. Пока!